Живчик Александр Котц говорит не понаслышке, знает, насколько не хватает положительных эмоций и ощущения праздника в больнице. Самому приходилось в детстве лечиться в стационаре. К тому же сейчас медицинские учреждения закрыты для посещений из-за карантина. Своими выступлениями клоуны-живчики заряжают детей позитивом. При этом Александр признает, что сам чувствует непередаваемые эмоции. Маленькие пациенты больниц ждут клоунов с особым нетерпением. Первое впечатление сейчас, наверное, не описать, потому что масса эмоций просто захлестывает со всех сторон, потому что к этому мероприятию готовились в какое-то определенное время. Каждый частичку своего вклада туда внес. Обратная связь была безусловной, потому что дети улыбались, дети махали, дети с нами взаимодействовали. Благотворительное движение организовала медсестра Елена Выгузова. Она дала название «Живчики» больничным клоунам в память о своем брате, которого так звали в детстве. В детской больнице «Живчики» организовали музыкально-танцевальный флешмоб – марш с песнями, танцами и музыкальным сопровождением, театральное представление. Праздничная программа длилась полчаса. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, клоуны поздравили ребят в больничном дворе с автоплатформы. Это было сделано первый раз, так как сейчас карантин. Вообще мы всегда заходим в больницу, поздравляем детей. Сегодня мы решили устроить такой праздник, чтобы создать впечатление. На 30 минут буквально сделать такую фееричную дискотеку, чтобы дети, выглянув с родителями в окно, почувствовали праздник, жизнь. Потому что унылый дух сушит кости, а радостное сердце врачует его. Клоуны-живчики совместно с благотворителями подготовили для детей подарки – так называемые коробки храбрости, раскраски и 150 воздушных шаров. Со своей стороны мы оказали им помощь в виде разработки прекрасных раскрасок. Наши дизайнеры и вся команда трудилась над этим. Мы предоставляли им маски, если вы видели, в замечательных масках, а также игрушками. Я призываю всех владельцев бизнеса Самарской области помогать ребятам в этом деле, потому что детям нужно дарить радость. В ближайшее время клоуны-живчики планируют заглянуть в один из детских домов Самары с подарками. А в августе, если закончится карантин, провести масштабный фестиваль «Дорога в радость» в Парке Победы. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова